Телеканал КРТ представляет Вопрос, который мне хотелось бы обсудить У нас у граждан Украины уже сформировалась фобия Российская пропаганда и все, что плохое у нас в Украине происходит И все, что там говорят в России, то это называют сразу таким ярлыком большим Российская пропаганда и прочее У меня такой вопрос Верите вы ли в существование российской пропаганды И насколько она страшна, например, для вас? Ну, я политолог, начну с этого Что для меня не страшна любая пропаганда Я к ней отношусь как к объекту исследования Но, в принципе, пропаганда опасна, любая Потому что ты включаешь телевизор И к тебе в дом приходит либо враг Либо тот, кто хочет тебя обмануть и превратить в дурака То есть, в принципе, тогда любые высказывания нашей украинской власти Можно воспринимать как вражескую пропаганду граждан Украины Потому что мы объективно, если даже посмотрим Пенсионная реформа, налоговая реформа То есть они все имеют цель, конечно, отымания средств у граждан Украины Понимаете? Для кого-то пропаганда – это, ну, своеобразный наркотик Успокоение души О! Не все так сложно, да? Вот все достаточно легко, только действуй так, как тебе говорит вот этот голос С телевизора или из брехунца, из радиоприемника В принципе, в большинстве стран к людям относятся, ну, как коммерческой аудитории Которой нужно что-то продать Продать какой-то товар, в том числе и политический товар Ну, в малом количестве стран мы находим такие ситуации на телевидении Когда относятся к слушателю с уважением И когда следует принципам демократии в том аспекте Который называется делиберативная демократия От слова deliberation по-английски, да? Это произнесение текстов, произнесение вслух определенных идей Так вот, с точки зрения делиберативной демократии Очень важно, чтобы представлены были разные дискурсы Чтобы не просто говорили вот это одна единственная правда Как было в Советском Союзе или во многих других странах Что есть и другой подход Кроме того, включается не только обсуждение на бытовом уровне Вот на этом уровне Как бы, как у Януковича было, да? Вот чтобы желудок был полон, да? Вот мы на это рассчитываем, чтобы была такая страна А то, что принципиально цивилизационное То, что принципиально культурное и другое Это не имеет значения Главное, чтобы был сыт более-менее И в этом плане очень важно, чтобы эксперты Обращали внимание на глубинные уровни проблем На многоаспектность, на последствия И кроме того, на то, а как это связано с историей Как это связано с наукой и так далее Но ожидать, что все программы телевизионные Или радио будут такими, не приходится Но очень важно, чтобы в обществе были Вот такие глубокие программы И которые относятся с уважением к человеку Я не вижу такого сейчас ни в Российской Федерации На их официальном телевидении Ни в нашей стране Хотя некоторые ютуб-каналы как бы претендуют на то, чтобы относиться с уважением И рассматривать глубоко, многоаспектно и многомерно Вот будете ли вы спорить с тезисом, что наша украинская пропаганда Наши украинские журналисты в конечном итоге сыграли В 2014, 2015, 2016 году И до сих пор играют роль именно клина, который вбивают между украинцами Для того, чтобы стимулировать конфликт Ведь ни для кого же не секрет, что когда средства массовой информации Наши украинские, поднимая флаг украинской пропаганды Начиная рассказывать жителям Донецка, жителям Луганска Что это они сами себя обстреливают Что они просто стимулировали вот этой ложью Что как можно больше граждан Украины с той стороны взяли оружие в руки И стали воевать против вооруженных сил Украины Я думаю, что журналисты не являются субъектом Для этого нужно очень хорошо потрудиться Должна быть хорошая школа журналистики Должен быть высокий уровень гражданской сознательности То, что должно быть, это понятно Но вы согласны с этим тезисом, что они именно сыграли на разжигание вражды внутри Украины? Понимаете, я вот частично не согласен, потому что не они Они просто инструмент Безмозглый часто и бессловесный Они читают с монитора или то, что им заложено здесь А некоторые из наших журналистов с полным осознанием их правоты Выходят с матами, перематами и клеймят своих политических оппонентов Неужели вы считаете, что журналисты, которые того же ТСН, того же ICT, которые в эти годы активно разжигали войну Что вот они читали суфлеры и не понимают, что они делают Неужели у них не было понимания, что они стимулируют как можно больше граждан Украины брать оружие в руки Вот этой работой Я вижу других, гораздо более глубоких людей И философов, и экономистов Которым пришлось включить какие-то очень сильные эмоции И они вели себя совершенно неадекватно с точки зрения делиберативной демократии Она дебилитивная была И с точки зрения просто здравого смысла и гуманистических позиций Вот они избрали свою нишу и долбили там все Вот только они правы, а там не правы Притом с разных сторон Они долбили в раскол Украины фактически Да, с обеих сторон Вот понимаете, мне кажется, что режимы-то однотипные были И на востоке Украины, неконтролируемые центральным правительством И здесь, в центральном правительстве Условия, когда возникает острый гражданский конфликт Когда возникает геополитический конфликт При этом стороны геополитического конфликта Не ведут себя адекватно с точки зрения демократии, плюрализма и прочего Которые только хотят втюхать свою истину А им реальности неинтересны Поэтому мой тезис таков Нужно смотреть, кто замыслил подобные события Кто их реализовывал И как использовал в том числе журналистов и простых людей Конечно же, задумка была такая Что Украину нужно рвать на части Притом разные люди И Сурков принял участие в этом И западные спецслужбы И Порошенко На первом этапе казалось, что он как раз другой Что он хочет соединять И очень многие верили в это А выборы прошли, и мы получили выбор Там еще прошло пару месяцев И ему стало легче катиться по наклонной Значит, смысл какой? С Украиной нужно было поступить определенным силам так Чтобы она просто перестала быть субъектом Чтобы она была объектом Который можно разграбить Людей часть отослать в другие страны При том разъехаться по всем странам Использовать ее земельные ресурсы Использовать ее инфраструктуры И многое-многое Использовать потенциал технологический Который здесь оставался Вывести его в разные страны Что-то вывезли в Китай, что-то в Россию Что-то в Европу и в Америку Давайте просто объективно посмотрим Вот нам сейчас, опять же, пытаются навязать Такую мысль, что российская пропаганда Она на российском телевизоре, значит И все, кто смотрит российское телевидение Это значит жертвы российской пропаганды Но не кажется ли вам Что если, например, с той стороны Говорят о том, что вода мокрая То это не значит, что вода не мокрая Это значит, что вода мокрая Это значит, что люди говорят правду И когда наши средства массовой информации Говорят о том, что они лгут То люди перестают верить Нашим средствам массовой информации Потому что объективно вода условно мокрая И наши средства массовой информации Выглядят просто полными ничтожествами И вот рупором, по сути, брехни, которую транслируют они от имени власти. Конечно, сложно занимать такую позицию, как я сейчас занимаю, когда все будут недовольны. Но я скажу, они друг друга стоят. Включите российские центральные каналы. Но там идет откровенная антиукраинская пропаганда. Там присутствуют иногда... Кстати, точно так же можно сказать и про наши телеканалы. Причем пропаганда в нашем случае тоже антиукраинская. В большинстве своем, если смотреть на последствия информационной политики. Согласен. Но вот в чем там? Можно приглашать дебилов или примитивных людей. Это одно. А можно приглашать на российские каналы, что они делают и умных людей, но не давать им возможности высказываться, насмеиваться над ними и так далее. И главное, ощущается такая цель, показать, что украинцы вообще примитивные, недалекие люди. И это создает эффект в российском обществе. Вот на что направлено. Я вообще думаю, что там в российском телевидении существует преступный сговор. Не буду говорить на какой основе он. А преступная группа, которая занимается и антирусской пропагандой, и антиукраинской. И у нас... Да, бог с теми сговором, то другая страна. Я говорю, даже если брать про нас, и вот люди, когда смотрят, ту точку зрения, это же по сути точка зрения Российской Федерации. Ту, которую они транслируют через свои федеральные каналы. Я не беру сейчас всякие либеральные СМИ, которые оплачиваются с бюджета США, типа дождя и прочих разных минус. Ну, это же из внутренних средств оплачиваться. Да, да, тем не менее. И там они, конечно же, постоянно критикуют любое слово Путина, даже если он, опять же, скажет, что вода мокрая. И, опять же, если мы смотрим, что у нас происходит, то ведь же вопрос в аргументации. Если там приводят аргументы, которым люди верят, которые люди воспринимают и понимают, что это, да, аргументы заслуживают доверия, и тогда у людей складывается картина мира, та, которую приводят с той стороны. А если с нашей стороны говорят точку зрения, которая не подкреплена аргументами, которая не подкреплена фактами, не подкреплена логикой какой-то адекватной государственной политики, то объективно они воспринимают ту точку зрения Российской Федерации как верную. Потому что наши средства массовой информации, с учетом нашей государственной политики, они делают точку зрения государства Украины слабой. Ну, государство Украина слабое, да. Его захватили враждебные национальным интересам силы на разных уровнях. Но называют они себя при этом националистами-патриотами. Как и в России, очень многие сферы контролируются враждебными русскому духу силами. Попытаюсь сейчас поэлементно объяснить. В принципе, это нормальное явление, когда в обществе существуют противостоящие друг другу культурные, политические силы, которые самоорганизуются и у которых своя правда. В некоторых странах есть сообщества, да, этнические или региональные, которые с успехом враждуют друг с другом лет 400-500. И нормально. В рамках одного и того же государства они существуют. Уже не то общество, как в средние века, когда нужно было истреблять друг друга. Тем более сейчас облегчается ситуация. Ты можешь существовать в виртуальном мире, в Фейсбуке, где угодно, и клеймить друг друга. Или создавать партии, создавать свои газеты, телеканалы. Прекрасно. Говорите всё, что угодно. На примитивном своём языке вы всегда найдёте тех, кто будет осуществлять, ощущать себя как в клубном пространстве. Так, опять же, если вас попытаться воспринять с точки зрения обычного гражданина Украины, который смотрит эту информацию, то, если я вас правильно понял, вы хотите сказать, что и российская пропаганда, и украинская пропаганда одинаково вредны для гражданина Украины, который смотрит телевизор? Для психического здоровья вредны и для нашего цивилизационного пространства. Я сейчас вернусь к базовому вопросу. Вот то, что произошло в нашей стране, с нашим народом в 2014 году. Реально реализуется план раскола страны по цивилизационному принципу, отрывания от Украины тех регионов, которые были очень важны для баланса. Можно вспомнить, что некоторые наши поэты, у которых на языке то, что у теоретиков на уме, говорили о том, что Крым и Донбасс – это вообще враждебные территории, и от них нужно избавиться. Реально это было реализовано. Это же так же, как говорили некоторые буйные головы, что галичина – это раковый опухоль на теле Украины, от которой надо избавиться. Говорили так, но они не реализовали свой проект. Это если бы Янукович сопротивлялся, то, скорее всего, АТО проводилось бы не на востоке Украины, а на западе. И об этом открыто говорил Порубий, что готовили с Майдана эвакуацию на западную Украину и организацию сопротивления. Но все сложилось таким образом, что решили оторвать от Украины Крым и Донбасс. Я не знаю, кто это делал, это на людском уровне делается или на уровне демоническом, но реально такие планы были и реально создали все условия для того, чтобы реализовывать этнократический план украинской Украины. Только нужно было больше Донбасса отдать, тогда было бы легче это. А так получилось, что восточные регионы все равно балансируют. Уже не получается так 50 на 50, как при каждом голосовании было, при Ющенко, при Януковиче, при Кучме и так далее. И так моя идея состоит в том, что была задумка такая, оторвать от Украины те регионы, которые поддерживали плюралистический баланс. И при этом загнать Россию в ловушку, геополитическую ловушку. Потому что проглотив Крым, ее руководство совершило огромную ошибку. Оно не только ослабило дружественные силы в Украине, от России отвернулись те, кто были потенциально прорусскими. Не надо быть пророссийскими, а прорусские, кто поддерживает идею единого корня трех народов. И они стали на позиции сотрудничества с этническими националистами и с теми, кто является геополитическим противником любого русского государства. Их не устраивала Россия ни коммунистическая, ни царская, ни нынешняя посткагабистская. Здесь можно возразить, потому что, если, например, смотреть объективно на ситуацию, то позиция, почему Россия сделала те или иные действия в отношении Крыма. Потому что наши государственные элиты после совершения государственного переворота, они все-таки сыграли на стороне Соединенных Штатов, Евросоюза. И объективно, если бы, например, не произошла эта ситуация, то мы бы сейчас наблюдали натовские базы здесь. И это вот объективно та реальность, которая могла бы быть. Это понимает элементарно человек, будь он пророссийский или прорусский. И таким образом, опять же, если говорить ослабило или не ослабило, то, скорее всего, просто добавило аргументов прорусским силам, для того, чтобы избавиться от влияния заграничного, западного влияния, которое у нас в Украине настолько высоко, что у нас, извините, генеральный прокурор. Была интересная же история с Байденом, когда он, по сути, того, кто не нравился, просто убрали и все. Это генеральный прокурор, это альфа и омега всей правоохранительной системы. Нельзя даже за кражу мороженого привлечь какого-то хулигана, если нету на это санкции с самого верха, он все решает, генеральный прокурор. Если вот такое влияние у нас в Украине зафиксировалось, то чем мы отличаемся от колонии и в чем были неправы те прорусские силы? Прорусские не прорусские. То есть нужно разделять те, кто просто за РФ, те, кто за единство славянских народов, постсоветских народов, единство народов, которые стоят за социальную правду, за защиту трудящихся, за защиту угнетенных. То, что было для советского народа простого, не для бюрократии. И то, что сейчас клеймится, говорят, а это собок. Собок это что получается? Собок это тот, кто за социальную справедливость выступает. Собок это тот, у кого солидарность с борющимися народами, у кого совесть есть. Во многом это так получается. Объективно да, потому что у нас сейчас уже новые герои. У нас уже нужно равняться на олигархов, которые наворовали. То есть воровство и расталкивание всех подряд локтями, и жажда наживы у нас сейчас в приоритете. У нас не ориентируется, к сожалению, сейчас на смелость, на порядочность, на то, что можно делать абсолютно без каких-то меркантильных интересов. Вот это интересный момент. Эти элементы появляются у ветеранов, у атошников, потому что нельзя им забивать голову чем-то постоянно. И вот когда они отдавали свое здоровье, часто жизнь, за какие-то высокие идеалы, связанные с их пониманием национальных интересов, потом они понимают, что их используют. И я думаю, в той среде, и мне кажется, даже с обеих сторон, и с нашей стороны, подконтрольной центральному правительству Украины, и на востоке, отделенном от нас, появляются такие люди, которые понимают, что просто в драке не решишь спора. Нужно дойти до причин, а дальше найти компромисс, чтобы каждому было... и между кем и кем. Там все равно на неподконтрольных территориях большинство – это граждане Украины. У кого там чубы при случае, если ругаются между собой паны? Мы когда стреляем, в СССР стреляют в ту сторону, там гибнут украинцы. Оттуда стреляют в нашу сторону, здесь тоже гибнут украинцы. Получается, звереют некоторые, а другие понимают, что нам нужен мир, нужен компромисс, нужно найти решение. Итак, я вернусь к тому, о чем я говорил. Замысел для многих состоял в том, чтобы избавиться от балласта, от Крыма и от Донбасса. Как у некоторых, кого вы упоминали, я помню таких деятелей из партии регионов, из некоторых радикальных левых организаций, они говорили, нужно избавиться от Галичины, и пусть она будет независимой или присоединяется к Польше. К слову, некоторые западные историки говорили, что присоединение Сталиным Галичины к Советскому Союзу была его стратегическая ошибка. Сейчас Галичанин мстят товарищу Сталину, снося памятники и всевозможным образом оплевывают Советский Союз. И вот что в этой ситуации делать? Можно найти массу причин для того, чтобы друг другу портить жизнь. Но у нас есть субэтнические сообщества. Каждый из них может привнести в Украину и в весь этот регион Восточной Европы нечто ценное. Но для этого очень важно правильно организовать диалог, встречи. И вот для этого очень важно то, о чем вы говорили, заменить пропаганду нормальным человеческим разговором. Правильно, некоторые очень обижены, некоторых очень сильно травмировали, и они должны принимать в этом. А есть участие в таком диалоге? Но есть люди, которые способны подняться над этими обидами, над эмоциями и организовать зонтичную структуру выстраивания взаимопонимания в свое время. А кто же им даст возможность рычага на влияние на принятие государственных решений касательно тех же Минских соглашений? Вот кто же им объективно даст, с учетом, опять же, того, что влияние Запада, оно же никуда не исчезло, оно только усилилось. Есть очень хорошее английское слово «audacity» или французское «de l'audace». Это по-нашему будет храбрость такая, граничащая, я не знаю, с каким-то особым состоянием. Когда ты готов… Я надеюсь, что Еребеша вкусняли как раз на этих чувствах. Когда есть такой хороший авантюризм, да. И вот, предположим, даже у вас небольшой телеканал, но если вы поднимете уровень дискуссии, духовный уровень, концептуальный, то вы будете играть эту роль и будете вот тем форумом, тем клубным пространством, где порядочные мыслящие люди из разных лагерей будут встречаться. Вот вы такой как бы левый, как мне кажется, да, условно говоря, радикал, да. Есть правые радикалы, с которыми интересно общаться. Но когда с ними общаемся, оказывается, что мы, в принципе, не особо чем-то отличаемся. У нас враг, он другой. Нет, ну как бы сильно. Михаль Чишина. Вам будет, я думаю, что интересно, потому что он мыслящий человек. Но он не любит то, что вам ценно. Он не любит… Социальную справедливость? Не, он любит это, да. Бесплатную медицину любит? Смотрите, как бы я сказал, есть национальный социализм, а есть интернациональный социализм, без всяких коннотаций, связанных с Германией или с Советским Союзом. А как можно говорить про национальные рамки в Украине, когда у нас международный такой формат, у нас много других народов? Можно, смотрите, в Израиле можно быть… Болгары, всю кучу народов. Вот в Израиле можно быть за социальную справедливость, за помощь трудящимся, за интернациональную солидарность, но не соседями арабами для евреев. И наоборот, арабы могут некоторые так вести себя. Но для очень многих легче быть просто националистами, либералами или консерватами. Это если Израиль живет в агрессивной среде. У нас же среда не агрессивная. У нас русские не считают украинцев врагами, это объективно. У нас украинцы, несмотря на вот эту пропаганду, пять лет и так далее, они у нас до сих пор половина украинцев, и я в том числе уверен, что у нас вот братские народы, российские, белорусские, украинские народы, в том числе я как бы и остальные народы, которые были бывшие в Советском Союзе, я их не считаю какими-то враждебными. Но и объективно, что те же казахи, абсолютно адекватные, нормальные люди. И у нас вот моментально мало чем отличается. Но иногда, вот как я читаю, слушаю вас, вы иногда достаточно жесткие по отношению тех, кто примерно такой, но с другой стороны, не интернационалист, а национализм. А вот здесь вот интересный момент. Если, например, брать объективно нормального националиста... Нормальный должен быть вот такой вот, или он может быть агрессивный? У нас нет различий. Если мы берем, например, вот этого маргинальных, одиозных персонажей, которые занимаются только исключительно тем, чтобы сделать из Украины просто вот страну русофобную, какую-нибудь страну, чтобы направить ее воевать с Россией, вот против таких, конечно, я выступаю, потому что для меня это идеологические враги, которые хотят, мало того, что вреда для моей страны, они хотят уничтожения граждан Украины. Они вашу память хотят уничтожить, то, что для вас ценно. Я бы сказал, что... Они даже не украинцы, по большому счету. И богов они хотят уничтожить, да, вот в древнем понимании. Я бы вот такие аналогии не делал. Ну, хорошо, это... Все-таки боги, боги, это другое направление. Ну, хорошо, ангелов-хранителей, да? У них просто другие, если древними мистическими категориями, они просто другие... Они просто злоупотребляют ложью для того, чтобы направить вот часть украинцев, убивать другую часть украинцев. То есть назвать их украинцами я не могу, потому что... Вот, а это уже ваша жесткая позиция. Потому что, если даже они называются патриотами, если они надевают на себя вышиванку, обматываются флагами и там сотни раз кричат слово Украине, для меня эти люди враги у Украины. Вова, вот вы и нашли как раз способ коммуникации. Один враг, и другой, а другой скажет, совок, прорусский и так далее, о чем с тобой говорить. Тут должна быть аргументация. У меня аргументация есть. У них тоже сильная. Давайте когда-то сделаем. А вот почему-то, вот когда я в студию пригласил разных персонажей, которые... Действительно хотел подискутировать на эту тему, ну, даже с этими маргиналами. Убегают. Подождите, вы тоже маргинал в их понимании. Как же? У вас там, если по избирательным категориям, ну, 10-15 процентов. А вот смотрите... А я себя не меряю в каких-то категориях. А вы уже используете эти жесткие категории. Вот если пригласить, с одной стороны, вот человека уровня Юрия Михальчишина, теоретика, спокойного, и какого-нибудь хулигана, да, там, Мирошниченко, то вы посмотрите, с одним можно говорить, но все равно осторожно. Какое-то слово его может спровоцировать. А у вас другое слово... С Мирошниченко мы дискутировали. Да. Ну, там можно... Безуспешно, потому что... Безуспешно. Нет аргументации. Вот. И как... Ну, вот, объективно, я даже на свой YouTube-канал выставлял кучу, там, видео и так далее. И у людей была возможность сравнить две точки зрения. Ну, и объективно, что там нет аргументации, нет логики. И объективно, кроме вот этого вот истерического вопля, я ничего не услышал. И поэтому я смотрел, по-моему, как раз эту вашу передачу. У вас она концептуально идет, но односторонняя, как бы, левая интернационалистическая позиция. А для того, чтобы сделать более полезную для общества не обижать друг друга, должны быть еще те, кто организует дискуссию. Ну, вот примерно так... А вы таких знаете? Знаете, всегда можно найти. Я знаю, да. В 60-е годы был такой Роджерс, да, психолог в Соединенных Штатах. До сих пор известна эта гуманистическая психология. Когда он садил ненавидящий друг другом рядом на несколько дней, да, они общались, черные пантеры, да, расисты с черным цветом кожи и белого расиста с юга США. И потом они выходили, ну, если не братьями, то теми, кто готов жить, сосуществовать и даже сотрудничать в одной стране. Я думаю, нам нужен такой эксперимент. Я знаю таких специалистов, это выходцы из ММК, ММК, Московский методологический кружок, который организовывали Георгий Петрович и Дровицкий, и Александр Александрович Зиновьев, и их товарищи. Вот с этими людьми, они при этом есть в разных лагерях политических здесь, да. С ними можно обговорить и создать такой интересный формат, когда есть четко определенные, разные сегменты общества, представленные со своими аргументами. Записывать эти все аргументы и находить конструктивные решения. При этом конструктивные решения могут быть не только общие для центра и общая зонтичная структура, а кто-то хочет быть изолированным. Реально, в своем гетто и в демократическом обществе должно быть право уйти в свое гетто. Не только в виртуальном пространстве, но и где-то в своем локальном коллективе. И строить, как в Израиле, были кибуцы и мошавим. Кибуцы они строили свой еврейский социализм с помощью государства. Ну пусть где-то в локальной коллективе строят свой национал-социализм. Со своими героями, со своими идеями, со своими книжками главных героев и зарубежных. А в другом пусть строят коммунистический, интернациональный, локальный, локальное сообщество. В Китае, к слову, до сих пор, хоть Китай строят с помощью коммунистической партии капиталистическое общество, развитое капиталисты. Есть коммунистические, реально коммунистические, локальные эксперименты. Вот для меня образец того, что можно было бы сделать, развести воюющих друг с другом физически, словесно людей, и сказать, вот тебе пространство для осуществления своего эксперимента. А затем посмотрим, за кого проголосует большинство. А вы не думали, что эта дискуссия немножко будет беспредметной? Потому что, если вот брать реальных наших украинских правых, радикалов даже, и если брать на, условно, мою позицию, которая больше левоцентриская, у нас есть общее понимание, к чему эта дискуссия приведет. Потому что мы, опять же, когда дискутируем, а такая дискуссия негласна, она все равно существует, и она уже как бы ведется, то у нас общий враг. И это влияние из-за границы. Для некоторых это счастье. Возьмите, к примеру, правительство Гончарука. Ну, они реально просто, ну, в позитивном, без коннотации, они агенты зарубежных акторов, зарубежных субъектов. Они реально понимают, что их счастье состоит в том, чтобы Украина растворилась в этом, в глобальном Западе, передала все свои средства производства, все инфраструктуры сильным мира сего, отделившись от России, не дав таким же однопорядковым российским транснациональным корпорациям поучаствовать в разделе. Все, они себе делают автобиографию, CV, они смогут потом работать в транснациональных корпорациях, может быть, их, как и Ярельска, отправят куда-нибудь в Пуэрто-Рико или в Коста-Рико. Так что, для вас это не ценность, но я сам видел некоторые общества, которые счастливы, после войн, после катаклизмов, тем, что они продали практически все, и они живут лучше, чем жили раньше, они знают, что над ними стоят гаранты. Такое добровольное рабство, получается? Не, не рабство. А в чем разница? Если они фактически добровольно отдали все свои рычаги и возможности принимать решения сами за себя. А что это? Это передача заведомо всех рычагов управления непонятно кому. Ну, смотрите, что сделала ГДР? ГДР не справилась со своим управлением и она полностью сдала все рычаги управления. Не совсем ГДР. Там все-таки, если бы Советский Союз и дальше существовал, то вопрос там ГДР, я думаю, и все в принципе, и Германии. Мы же понимаем, что на часть Германии влияние было, понятно, на одну часть Германии было влияние тоже Советского Союза. Советский Союз убежал из многих территорий. Из Афганистана два года смогло продержаться правительство, потом его разрушили, потому что Россия перекрыла вообще каналы любые помощи на Джибуле. Но с ГДР такая позиция. Смотрите, Австрия сама хотела присоединиться к Германии в 1918 году. Запад сказал, нет, пусть существует небольшое второе германское государство. Не хотели усиления германского государства, только потом Райху отдали. А с ГДР поступили так, Маргарет Тэтчер говорила, я так люблю Германию, что рада была бы видеть их аж две. Но все-таки силы в мире, соотношение сил было таково, и Советский Союз, а потом Россия подыгрывали так, что пускай объединяется. Но для меня смысл в чем? Что есть такие территории, и есть такие государства, которые говорят, не нужен нам суверенитет. Мы отдаемся вам полностью приходи и прави нам. И вы думаете, что Украина как раз одно из таких государств? Я хочу сказать, что у нас есть значительное число подготовленных СОРОСом и другими грантовыми структурами людей, которые именно об этом мечтают. Суверенитет это очень дорогое и ответственное дело. И поэтому понизить уровень суверенности это нормально. Посмотрите, что в Косово происходит. Или Босния, Герцеговина. Эти страны довольны, большинство их населения тем, что над ними... Это не совсем странно. Это образование после того, как разорвали Югославию. То есть говорить об их субъектности тоже то же самое, что говорить о субъектности Германии после 1945 года. Ну, была субъектность, но степень субъектности, да, Германия западная была зависима от Запада, Восточной, от Советской. До сих пор Германия еще не полностью, как и Япония, не полностью восстановили свой суверенитет. Они иногда должны посматривать, а что там Big Brother скажет. Я думаю, что постоянно, потому что на территории этих государств там есть здоровенные базы американские, и если вдруг там шалить будут, то, естественно, будут потом большие проблемы, в том числе, ну, вернее, начнется, конечно, будет все с экономики, а потом закончатся известными, скажем так, силовыми вариантами развития событий. у вас тоже можно получать выгоды от нахождения иностранных, как и Япония. Если вот брать низовой уровень, чисто вот потребительский местному населению и какой-то там процент наличности, которые будут, валюты, которые будут заходить в страну, да, но с точки зрения, если суверенитета рассматривать, это, безусловно, конечно же, инородные тела в теле страны. Но к этому могут относиться не как к инородным, а как к временной. Японцы, например, с большим уважением относятся к американцам, они просто могут мерить... То есть, они понимают, что это временная оккупация? Да, они могут... Нет, временное присутствие тех, кто им гарантирует безопасность. Вначале от Советского Союза теперь они опасаются Китая. Ну, хорошо, пусть будут. Да, тем более, американцы очень много тратили на это. Да, теперь только проснулся президент Америки, говорит, не, ребятки, платите, пожалуйста, нам и Южная Корея. Это сложное явление. Но о чем я хотел сказать? Что к суверенитету относятся часто потребительские. А тем более, если эти люди смотрят на ту страну, где они работают, на то государство, просто как способ личного продвижения по службе, не связывают свою перспективу, свое развитие именно с этим социумом. Они уже граждане мира. И они подыскивают себе следующую Пуэрто-Рико, или Южную Африку, или что? Есть даже мысль о том, что вот этот международный бизнесмен себя уже назначили вот этими гражданами мира, что якобы они несут свет в те страны, на которых они зарабатывают, эксплуатируя при этом вот эти все социальные неравенства. И вот изыскивая, каким же образом можно вытащить с этой стороны больше, чем с какой-то там, например, другой, более развитой, которая имеет возможность субъектно защищать интересы своего бизнеса. Вот знаете, у меня появилось две идеи. Первая по поводу Украины, вторая по поводу США. И так, это не обязательно только бизнесмены, это работники государственного аппарата. В таком духе многих воспитывают не в патриотическом. Вот смотрите, Япония была оккупирована Соединенными Штатами там 10 лет, или сколько, до 52-го года, 7 лет. Потом как бы под протекторатом США, но государственный аппарат патриотический. Только сейчас появляется некое разложение молодежи, которые такие граждане мира, но все равно в большинстве своем они патриоты. Их телевидение с утра до вечера крутит фильмы про самураи по истории Японии. И хочешь, не хочешь, ты чего... Но почему-то больше получается у европейцев, которые уже поимели вот столько наглости, чтобы сказать, что у нас будет своя европейская армия. Во всяком случае, в Японии таких даже мыслей не озвучивают. И это говорит о том, что уровень оккупации в Японии достаточно высокий. Им выгоднее, чтобы этим занимались профессионалы. Они наняли себе лангстнехтов, которые их защищают от потенциальной, как они понимают, угрозы со стороны больших соседей. Россия, Китая, там может быть... А и Корея ведет себя достаточно агрессивно по отношению к ним, по крайней мере, словесно. И вот это одно. Я хочу сказать, что нормальное явление, что в обществе есть те, кто считает себя гражданином мира. И у них должны быть свои партии. К слову, я знаю одну югославскую, ныне это сербскую партию, по-моему, она либеральная называется. Я разговаривал с ее с одним активным... Он говорил, бомбежки НАТО, это правильно. То есть, можно дойти даже до того, что правильно делали, что раздолбили их инфраструктуру, разгромили их армию. Подождите, у нас есть партия Покорчука, у нас есть европейская солидарность. Они просто не достигли до 40... Которая рассказывает о том, что это самое правильно, нужно вообще делить забором этот Донбасс, Крым. У нас то же самое есть уже. Так вот, первая фиксация, что это нормально, что в обществе, так и вы их можете называть маргиналами, а я их называю просто одним из сегментов. Он полностью легитимный. Но... Это более научное определение. Но в обществе обязательно находятся здоровые живые силы. И при этом они будут разные. Вот вы представитель одного, я бы так бы это назвал, ну как бы славянофильского, левого направления, славянофильское может быть и правым. И такие, как Михальчишин, для меня это здоровые националистические, патриотические силы. И вам нужно как-то найти между собой общие... А кроме того, есть технократы. Я себя отношу к таким. С нормальными вот этими силами у нас прекрасный диалог. Это я забегаю немножко наперёд и немножко приоткрываю карты. А вот именно с деструктивными вот тут, конечно, вопрос. Но вы же для них тоже деструктивны. Смотрите, их зрение, их очки показывают, что вы враждебны. Вы не хотите, чтобы мы растворились в этом мире счастья и добра в едином Западе. Не дали возможно... А, им же ещё важно ликвидировать украинских олигархов. Это же дискурс очень важный. И для Голосят, и для многих других Соросят. Для нас в нашей извращённой политической экономической системе оказывается, что последней надеждой иногда при разгромленном левом движении, при разгромленном профсоюзном движении, при разных других извращениях и столкновениях этнических... Олигархи... Это один из барьеров в первую очередь для того, чтобы не произошла вот эта экспансия, про которую вы говорите. Олигархи и кое-кто другие... Вот вы там мне перед встречей что-то там такое высказывали по поводу Авакова. Вот олигархи и люди типа Авакова или другие генералы могут быть. Но это, наверное, мы отдельно поговорим. Я хочу вернуться к тому, о чём я сказал. А в Соединённых Штатах разве не так? Смотрите, мы небольшой периферийный объект высасывания живительных сил общества, да, и переваривания человеческого материала для вот этой вот будущей безликой совершенно однородной массы, где смешаются расы, народы и так далее, да, и просто, чтобы здесь осуществлялось вот это мировое правление. У нас есть немножко вот кардинальное различие с этими силами, потому что в отличие от вот всех этих сил я стою на засадах нашей украинской конституции, которая чётко прописана и про суверенитет, и про социальное государство, то есть, вот знаете, в чём вот различие, вот если вот брать наш основной закон, то это как раз те люди, которые хотят этот закон уничтожить, то есть они хотят уничтожить конституцию Украины, и поэтому, если вот считать даже с точки зрения юридической, то как раз мы находимся с той стороны, с которой надо, а вот эти люди находятся как раз с той стороны, которые фактически враги Украины, даже до Юры. Смотрите, ваша конституция, наша с вами конституция, или ваша любимая конституция, так правильно, наша действующая конституция, она устарела с точки зрения реалий. Советская конституция 1936 года не устаревала, она была фиктивной. Тогда в Америке про вот эти все били о правах и так далее, тогда они просто маргиналы, на которых ни в коем случае нельзя равняться. У них уже она тоже не то что устарела, а они уже просто должны с такой конституцией развалиться. Били о правах, а в новых формах существует как демократическое, плюралистическое государство. В Украине нету социального государства, вы платите легально или нелегально за использование системы здравоохранения, за обучение, если вы хотите, качественное, за все. Социального государства нету, правового нету, есть телефонное право и есть господство одной из корпораций здесь. И многое другое. Украинская конституция фиктивна. Почему? Потому что изменилось соотношение классовых политических, культурных, геополитических сил. И теперь вопрос, как ее будут изменять. В России потихонечку меняют конституцию. И в нужную сторону. В нужную для того, чтобы лидер страны сохранил свое положение даже… И не только для национализации фактически элит, то есть чтобы вот этих интернациональных… Они сувались, вот это хотели, да, сказали, что у элиты нет права владеть собственностью за рубежом, иметь двойное гражданство, иметь вид на жительство. Ну ладно, спустили на тормозах. Пугнул лидер страны, свою администрацию. Но она настолько сильна, а он не настолько всесилен, да. То есть существует некое глубинное государство, которое, ну, не наглей. Да, там людям что-то сделать по поводу пенсии. Ну, хорошо, сделаем уступки по поводу чего-то еще. А реально то же самое бюрократическое государство, которое изменяет свои формы для того, чтобы для лидера после окончания срока… Вы понимаете, что эти правки не внесут в апреле в Конституцию России? Внесут, внесут. Они во многом опасны, потому что они сталкивают разные этносы. Говорите, российский, русский, государственно образующий этнос. Я сейчас говорю за то, что конкретно про национализацию элит. Они все равно не смогут его не оставить. Они все равно его внесут. И фактически во многом это будет тем предохранителем, чтобы туда не попали именно как раз вот эти деструктивные силы, которые, опять же, в условиях и России, и Украины работают против этих государств. Они уже там. Они все контролируют. Это понятно. Они контролируют телевидение. Они контролируют центральный банк. Ну, нельзя так сказать, что они контролируют его там на 100%. Всегда есть какой-то процент. Соотношение сил, да. И вот я хотел бы все-таки очень важную вещь о Соединенных Штатах сказать. В Соединенных Штатах Америки такая же ситуация, как на Украине. Там есть абсолютно антинациональные, либерально-глобалистические силы и есть патриотические силы. Те, кто просто защищает... Которые представляет Трамп. Трамп защищает простого сантехника Джо, водопоработчика Джо. Он обращается к простым людям, которые принадлежат к традиционной их культуре, к традиционным другим ценностям. Но есть те, кто высасывает из США гораздо больше ресурсов, чем из Украины. Нам кажется, нас уже обворовали. Соединенные Штаты столько платят за совершенно ненужные им авантюры. Я сейчас не буду соболезновать Соединенным Штатам, с учетом того, что я примерно понимаю, сколько они получили в связи с авантюрой, которая называется доллар. Но если вернемся все-таки в украинские реалии и посмотрим на то, что у нас в Украине творится, по счетам того, что время программы достаточно ограничено, хотелось бы последний вопрос такой задать касательно Авакова. И останется ли он у власти? Потому что раньше Авакова же оставляли с условием, что якобы Порошенко замышляет военный переворот. И Аваков тот человек, единственный, который может противостоять Порошенко. С вашей точки зрения, каким образом сейчас будет аргументировать необходимость Авакова на должности министра внутренних дел? Как я вижу, для чего нужен Аваков? Всем ясно, что, во-первых, для того, чтобы держать в узде ультраправые парамилитарные и реально вооруженные группировки. Он их. Которые во многом вооружились под таким негласным согласием или негласным контролем тех же правоохранительных структур. Да, но думаю, что прежде всего прежнего руководства СБУ. И сейчас вот те, что были под контролем СБУ, они ослабляются. А те, кто были и находятся под контролем близких к Авакову структуры людей, я бы украинское слово употребил, в люднюю трошечки. Становятся более гуманными, если так можно сказать. То есть, по крайней мере, контролируемые. После того, когда примут закон о ЧВК, о частных военных компаниях, то можно будет найти им применение и внутри страны, и за границей. Я знаю очень серьезных сербов, которые именно по этой линии уехали работать с британскими структурами, с американскими. Я знаю многих украинцев, которые давно уехали в Турцию для того, чтобы воевать и в Ливии, и в Сирии. И опять же, ни для кого не секрет, что люди с боевым опытом у нас в Украине вербуются и направляются за границу. Даже некоторые наши чиновники рассказывают, что мы тут будем деньги приносить в бюджет, чтобы наши военные, которым фактически нечего делать в условиях позиционной войны, чтобы они ехали и добывали валюту за границей. К слову, это как раз тема для серьезного обсуждения. Есть серьезные международные think tanks, центры исследовательские, связанные с ООН, с другими структурами, которые этим занимались. На примере ряда других стран, например, Цейлона, Шри-Ланки и многих других стран африканских, куда радикальные военные группировки, как их можно канализировать, направить в мирное русло, землю дать, как отправить за границу. Этот вопрос решался в Ливии, в Сирии, они взаимно обмениваются. Благодаря Ордегану, да. Ну и не только, да, и другие. Так вот, первое, это связано с радикалами. Второе, с управляемостью армии. Если туда поставить Малюську, если туда поставить Гончарука, у нас уже были эти эксперименты, когда Юрий Луценко оказывался во главе не генеральной прокуратуры, а еще более негативные явления были, когда он возглавлял МВД, да, уничтожить ГАИ, уничтожить то, уничтожать умеют. Этот человек, хотя он не из самой системы, а он из такого крутого международного бизнеса, он, по крайней мере, Аваков, да, понимает, чего ни в коем случае нельзя делать. Нельзя просто заниматься уничтожением, когда не создано что-то новое. Он сохраняет управляемость. Но, тем не менее, ГАИ он не стал возрождать. Ну да. Это второе, управляемость. Третье, вы понимаете, он своеобразный, как бы, он поддерживает своеобразный заповедник достаточно радикальных деятелей, которые вынуждены снижать степень своей радикальности. Посмотрите, какой у него заместитель милый, да. Он уже, как бы, наверное, даже готов и закрыть веб-сайт «Миротворец» и так далее. По крайней мере, ну, те, кто раньше, как бы, был с еще более острым языком, они придерживают, да, эти вот свои высказывания, насколько это возможно, с их характером. Это есть. И другое, просто для него нет замены, и для него нет достойного места. Они не определили, но, может быть, только как для бывшего министра иностранных дел, вот когда этого парня выгонят, да, то, может быть, Аваков станет тогда министром по евро- и трансатлантической интеграции. Но реально он сейчас нужен, потому что, если не он, тогда должен будет появиться другой генерал из АТО или откуда-то еще. Но один генерал, которого очень любили на Западе, сделал, мне кажется, большую ошибку. Он занимался, он руководил ВДВ, и он просто стал, ну, дополнительным спикером у Петра Алексеевича. Он занимает до сих пор достаточно радикальные позиции. А многие на Западе военные эксперты считали, что у него может быть хорошее технократическое будущее. У нас существует нестабильный политический режим, в котором формальная элита, административная элита очень неадекватна часто бывает. И поэтому хотя бы за счет таких адекватов, как Аваков, система стабилизируется. Очень скоро будут попытки дестабилизации, и кто-то должен обеспечивать спокойствие. Это ваша точка зрения. Жаль, конечно, что время программы ограничено, но, тем не менее, спасибо вам большое за эфир. С нами в эфире был политолог Валентин Якушек. И это была программа «Без протокола». С вами был я, ведущий Дмитрий Василец. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!